Юные рэкбисты со всей страны и соседних государств собрались в Зеленоградске на ежегодные летние сборы. Всего около 300 гостей. Проекту 4 года и с каждым разом спортсменов приезжает все больше. К слову, в 2016 к рэкбистам присоединились еще и местные баскетболисты и волейболисты. И в рамках лагеря пройдет несколько соревнований. Подробности в материале Никита Обревко. Из песни слова не выкинешь. Тут и янтарный берег, так называют тренировочный сбор, и янтарь, это спортшкола и рыжая заря, и 300 спортсменов из 12 регионов. Причем это не только Большая Россия, но и соседние государства. И Зеленоградск для этого идеально подходит. Судите сами, на небольшом отрезке земли находится и спортивный оздоровительный лагерь имени Голикова, где живут спортсмены. И городской стадион, и фок, и пляж, где тоже проходит часть тренировок и старт. Причем дети, когда у нас на тренировках, они могут перемешиваться составы. То есть, например, ромская и калининградская команда перемешиваются, и тренер с Дагестана проводит тренировку с ней. Держись крепко вперед и назад, да? Хорошо. Между указательным и большим 90 грамм. Уже четвертый год подряд в Зеленоградск съезжаются юные спортсмены 11-12 лет из Литвы и Центральной России. В этом году мы запустили еще такой проект. Параллельно не только по мини-регби тренеры осваивают знания, но и по регби-15. Мы разделили тренеров, у которых есть опыт. Они, значит, тренируются на более старших ребятах. У тех, у кого опыта очень мало, или это учителя физической культуры, то они тренируются на маленьких детках. Вообще эти сборы отличная школа и для тренеров. Они из учителей на две недели превращаются в учеников. В полном смысле этого слова. Им выдаются тетради, в которых нужно делать заметки. В свою очередь более опытные наставники следят за их работой, а по вечерам проходят разборы полетов. У меня таких тетрадей за 20 лет моей работы очень много, целая коробка. И всегда готовясь к тренировочному процессу, я перечитываю информацию, которую мне надо. Но вы же, в свою очередь, тоже ведете свой дневник, где выставляете, ну, по сути, оценки этим тренером. Да, конечно. У тренера Евгения Орлова из Костромы последние месяцы выдались очень яркими. Недавно он отвез своих подопечных на их первый турнир, который проходил в Липецке. А теперь сам приехал поучиться. И это его первые сборы. Очень насыщенная программа, очень много информации, очень много приходится перемалывать, потом уже находясь в кровати. Мы прошли обучение судей, судейству последние два дня. Потом начали тренировать деток. Был у нас уже первый турнир. Вдохновившись примером рэгбистов, к ним решили присоединиться баскетболисты и волейболисты. Правда, пока только местные. В следующем году они планируют провести подобные, но уже собственные сборы. Подъем, умываемся, зарядка, можно зарядку даже сказать, как легкая тренировка, завтрак, ОФП, потом прыжки, бег, прыжковая такая подготовка усиленная. Обед, тихий час, опять тренировка, вечером ужин, личное время общения, отбой. Скоро тренеры со всей страны отправятся в свои школы и клубы, применять на практике полученные знания и умения. К слову, калининградцы почти сразу же поедут в Прибалтику на товарищеские матчи в рамках международного проекта «Балтийский шторм». А что касается лагеря, то это была лишь нулевая смена. И скоро рэгбистов сменят борцы и представители других спортивных направлений. Никита Обревко, Сергей Зиборов, Служба новостей.